фразовые глаголы мы используем их все время когда мы говорим по-английски как американец я могу сказать что для того чтобы говорить по-английски как носитель языка вы должны выучить самые популярные фразовые глаголы поэтому в этом видео мы узнаем 20 популярных фразовых глаголов и когда их использовать но прежде чем мы начнем если вы первый раз на моем канале добро пожаловать меня зовут янтри я американец и моя цель помочь вам получить английский язык и говорить по-английски как носитель языка теперь давай начнем хорошо теперь давайте начнем с первого фразового глагола в нашем списке и это ask out ask out это когда вы приглашаете кого-то пойти с вами на свидание романтическое свидание если один или оба человека заинтересованы друг друге романтически то это считается ask out например he is nervous to ask her out on a date because he doesn't want to be rejected он нервничает приглашать ее на свидание потому что он не хочет быть отвергнутым номер два бить когда вы нападаете на кого-то или раните его или ее например i was beaten up by a group of protestors меня избила группа протестующих номер три blow up мы используем этот фразовый глагол чтобы говорить о чем-то что-то взорвалось например fortunately the bomb blew up after we left к счастью бомба взорвалась после того как мы шли поэтому blow up означает сорваться номер четыре бомб энцу когда вы случайно встречаете кого-то например вы идете в магазин и вы вы там встречаете своего друга случайно то это был bump in you bumped into your friend ты столкнуться со своим другом you bumped into your friend номер пять call of довольно просто это значит отменить что-то например отменить мероприятие call of an event отменить урок call of a lesson и отменить вечеринку call of a party сейчас другой пример i want to call of my party because i'm sick я хочу отменить свою вечеринку потому что я болею номер шесть calm down успокоиться вы часто слышите это во время ссоры и драки calm down calm down успокойся успокойся например тебе нужно успокоиться прежде чем ты кого-то убьешь you need to calm down before you kill somebody номер семь cheat on когда вы эмоционально или физически неверны своей девушке или парню например она изменила ему когда он был в командировке she cheated on him while he was on a business trip номер восемь clear out это значит удалить что-то откуда-то и мы также используем это этот фразовый фразовый глагол когда мы говорим про убрать комнату например убрать комнату например we need to clear out the room before the guests arrive нам нужно убрать комнату до прихода гостей номер девять кампак это означает вернуться позвольте мне показать вам пример ай эмгла дараки бак тюмерка я рад что я вернулся в америку номер десять кома будет это когда вы думаете о решении идеи или плане и например так лучше они придумал план побега the prisoner came up with a plan to escape итак кампак это означает придумать номер одиннадцать ку аф когда вам нужно сбросить температуру например ваш телефон слишком горячий поэтому тебе нужно вам нужно ку аф телефон ку аф телефон например мне нужно охладить телефон потому что он слишком горячий а не цикла of my phone because it's too hot номер двенадцать crack down это означает принять меры против что чего-то незаконно например crack down on human trafficking борьба с торговли людьми так что как он означает принять меры против чего-то и бороться против против чего-то номер тринадцать к бак это когда вы тратите на что-то меньше денег и меньше времени вот пара примеров как он smoking сократить курение как он джонкфуд сократить нездоровые пищи номер четырнадцать deal with когда вы должны решить проблему например i don't know how to deal with my loud neighbors я не знаю что делать со своими шумными соседами другой пример every youtuber needs to know how to deal with haters каждому ютуберу нужно знать как что делать с хейтерами номер 15 dress up если переводить на русский то это нарядиться например я собираюсь нарядиться полицейском на холлоуин и так мы обычно используем этот глагол когда мы говорим о костюмах хэллоуина номер шестнадцать dry out чтобы удалить воду с контейнера например чтобы слить воду с путылки с водой например dry out a water bottle чтобы слить воду с путылки с водой номер 17 fall apart когда что-то рушится или ломается например мой брат построил замок из лего но он развалился через час my brother built a lego castle but it fell apart after one hour номер 18 это figure out это значит выяснить что-то например вы заперты вне дома вам нужно выяснить как войти выяснить как войти выяснить как войти а не ты figure out how to enter мне нужно выяснить как войти номер 19 фил это этот глагол довольно прост это означает заполнить что-то наполнить что-то например мы собираемся наполнить бассейн молоком последний глагол на сегодня это означает тратить время на мелочи и быть глупым часто учителя говорят это ученикам которые не сосредоточиваются например перестань быть глупым и сосредоточься quit fooling around and focus на сегодня все но я скоро сделаю еще одно видео на эту тему потому что я думаю что это очень важно для вас поэтому подпишитесь и нажмите на колокольчик увидя мнение если вам понравилось это видео пожалуйста поставьте лайк и дайте меня знать в комментариях thank you guys for everything i really appreciate you i'll see you later and bye bye